Ну а сейчас от ситуации в Донбассе перейдем к тому, кто, собственно, как считают многие, может изменить положение дел. В частности, именно на нового президента Соединенных Штатов Америки смотрят как на надежду прекращения военных действий в Донбассе. Что касается украинской стороны, то уж точно. Однако этого не происходит, и вот в том числе попробуем понять почему. Журналист отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноком. В студии Эдвард, я приветствую тебя. Добрый день. Да, ну вот сейчас спецкор комсомолки Александр Котц был с нами на связи из Донецка, и в том числе наши радиослушатели спрашивали, а как же так? Мол, Порошенко с Трампом поговорили, а результат мы сами видим какой. Украина начинает стягивать тяжелое вооружение к линии соприкосновения. Есть объяснение этому феномену? Очень сложный вопрос, Порошенко можно говорить бесконечно, с одной стороны очевидно, что сразу же в ту же ночь, как они поговорили с Трампом, частота обстрелов сократилась. То есть да, стягиваются тяжелое вооружение, это факт, их зафиксировало ОБСЕ, это тоже факт, хотя обычно ОБСЕ проявляет такую весьма понятную избирательность в плане того, что фиксировать, а что нет. Но тут, видимо, перейдена красная линия, да, и с одной стороны интенсивность обстрелов уменьшилась, да, с другой стороны надо понимать, что в администрации Порошенко, если так можно сказать, в украинском, в киевском политическом классе есть очень много весьма разнонаправленных сил. Есть с одной стороны Порошенко, у которого одна задача, там, досидеть как угодно до конца срока, желательно еще подольше, потому что опереться ему, по сути, не на кого. Да, если бы, например, немедленное прекращение войны в Донбассе гарантировало его удержание у трона, он бы сразу же ее прекратил. Но очевидно, что пока продолжается война, он может говорить, вот, смотрите, мы же ведем войну на уничтожение с миллионными монголо-кацапскими ордами, да, и в условиях военного времени свергать меня, то есть Порошенко, это же преступление, да, что вы все будете делать, все погибнет. И вот, исходя из этой логики, он продолжает обострение ситуации на Донбассе. С другой стороны, он надеется показать, тем самым, свою нужность западным партнерам, да, потому что в Америке глобалисты власть потеряли, но они по-прежнему сохраняют весьма существенные позиции в Евросоюзе. И если Порошенко и ВСУ начинают обострение, то уважаемые западные СМИ изображают это так, что сепаратисты, как это сказать, Russian supported terrorists, поддерживаемые Россией террористы, идут в атаку на несчастный украинский народ, и те вынуждены обороняться. Да, но, опять-таки, это уже игра невозможна, потому что, если вы посмотрите публикации в западных газетах, то они уже, опять-таки, со ссылкой на те же заявления миссии ОБСЕ уже пишут о том, что это Украина начала обострение, это она открыла огонь, то есть поле возможностей для Порошенко суживается, и здесь для него есть только одна возможность, это бросать вот эти вот нацистские батальоны туда, на Донбасс, потому что, если их не бросить на Донбасс, то они придут в Киев и устроят ему свою маленькую февральскую революцию, как, собственно, это и произошло в Петрограде в 17-м году, когда солдаты, которые очень не хотели ехать на фронт, вышли на улицу и, собственно, режим рухнул. Ну, ты знаешь, однако не Петра Порошенко называют убийцей. Я сейчас хотел бы напомнить, что во время интервью, которое Дональд Трамп давал телеканалу Fox News, ведущее шоу Билл О'Райли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал президента нашей страны убийцей, и Трамп на это ответил, что есть много убийц, у нас есть много убийц, вы думаете, наша страна такая невинная. Но вот сейчас в официальных источниках появилась информация о том, что в Кремле ждут извинения телекомпании Fox News, корреспондент, который вот именно таким образом высказался о президенте нашей страны. Ну, здесь следует понимать, что вот эту вот пропагандистскую машину, которая последние три года рассказывала о том, какая ужасная Россия, что ужасная Россия завоевала Абхазию, хочет завоевать Прибалтику, хочет завоевать Украину, что ужасная Россия по версии американских СМИ оккупировала Крым и так далее, и так далее. Понятно, что эту пропагандистскую машину развернуть крайне сложно, да. Другое дело, например, что Fox News это единственный из всех крупных каналов американского телевидения, который занимал, конечно, не протрамповскую, но более или менее умеренную позицию, да, который не мочил его там как CNN или британский канал BBC со своим недавним расследованием о связях Трампа с падшими женщинами Новосковской Тверской. И, да, например, Трамп прямо отказался сотрудничать с BBC, его пресс-секретарь заявил, что он не находит времени, чтобы прийти в эфир, то есть, простите, CNN, да, не находит времени, чтобы прийти в эфир к CNN, но Трамп пришел на Fox News. И я не исключаю, что этот вопрос был срежиссирован, и что изначально-то вопрос должен был звучать, как вы относитесь к России, но я опять-таки не исключаю, что ведущий господин Орелли проявил самодеятельность и в итоге совершенно по-другому расставил акцент, что это было такое, потому что по-прежнему в медиаэлите сохраняется сильнейшая позиция Трампу, и опять-таки Трампа подстаивали, то есть, его будут подставлять, его будут подставлять всеми силами с тем, чтобы поссорить его с Путиным, то есть, с точки зрения Кремля, Трамп опять оказывается в одном дискурсе со всеми этими обвинениями в адрес Путина, вот, ну, понимаете, вот нас называют убийцами, да, у меня вопрос, а когда американские беспилотники в Пакистане, в зоне племен Афганистана наносят ракетные удары, когда они уничтожают пуштунские свадьбы, когда по статистике, вдумайтесь, каждый день по статистике с начала активной фазы американской операции в Афганистане только при Обаме, которую его называли Drone King, то есть, король дронов, король беспилотников, то есть, по статистике каждый день американский беспилотник уничтожает одного человека в Пакистане, это по статистике, да, причем невозможно понять, это мирный житель или это действительно какой-то боевик, я подозреваю, что там, то есть, за последние 10 лет там свыше 3,5 тысяч человек уничтожено, и очевидно, что немалая часть была мирными жителями, которые просто оказались не в нужное время и не в нужном месте, более того, американцы даже открывали огонь по своим, там, год назад они разбомбили госпиталь в Афганистане, они постоянно наносили удары в виде дружественного, в привычках, огня, и нас они называют убийцами, да, там они нам тыкают в лицо, значит, несчастным Борисом Ефимовичем Немцовым, у меня вопрос, а вот Джулиано Санж, который сидит, который изолирован, да, который не может выйти из эквадорского посольства, у меня вопрос, а Брэдли Меннинг, да, который сейчас, правда, называется Челси Меннинг, потому что он в тюрьме поменял себе пол, этот человек всего лишь воспользовался своим правом на информацию, этот человек был информатором того же Ассанжа, этот человек никак не нанес удара обороноспособности страны, он просто рассказал о программах массовых слежек, которыми американские сослужбы пользуются, этот человек сидит, да, там вроде как Обама под конец срока понимает, что это уж никуда не годится, там его помиловал, но бюрократическая машина работает медленно, этот человек до сих пор сидит, и они нас называют убийцами, да, хотя администрация Обамы дестабилизировала Ближний Восток, администрация Обамы организовала бессудное и беззаконное убийство Каддафи, когда толерантнейшая, рукопожатнейшая Хиллери Клинтон смотрела на это видео, и всем известно, и по воспоминаниям близких тогда людей испытывала лютую радость, да, и после этого, вернее, через некоторое время после этого, Кристофер Стилл, американский посол в Бенгазии, был убит примерно так же, как был убит Каддафи, да, и вот и нас называют убийцами, понимаете, причем сами американцы не обеспечили охрану, собственно, дипломатической миссии, но убийцы, конечно, мы, у меня вопрос, они там совесть потеряли? Да, они ее потеряли. Ну, ты знаешь, по поводу совести, здесь нужно сказать, что есть еще один показатель того, что в Америке не все ладно, президент только-только, собственно, ступил в свои права, а уже начинает проводить опросы на предмет его импичмента, и вот, кстати, один из опросов показал, что 40% населения уже за. Ну, хорошо, давайте мы сейчас уйдем на перерыв и затем обсудим новую команду Дональда Трампа, потому что вот это весьма интересно, кто есть кто в администрации 45-го президента США. Там есть целый тираннозавр. Да, после небольшой паузы, оставайтесь с нами. Это дело международной политики, комсомольская правда Эдвард Чесноков, и сейчас мы, собственно, переходим к той теме, которую хотели обсудить, в том числе и вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели. Ну, и вопрос сразу задаю нашей аудитории. Как вам кажется, вот по первым дням президентства Дональда Трампа, сможем мы наладить отношения или нет? Ну, смогут ли наши две страны наладить отношения? Если вы оптимист и считаете, что да, это возможно, вы позвоните по телефону 637-65-19. Если вы не видите предпосылок для улучшения отношений между Россией и Америкой, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495, но я еще в течение этих 10 минут телефоны для голосования повторю. А сейчас объясним, почему, собственно, такой вопрос. Ну, понятно, что Дональд Трамп довольно быстро, еще до инаугурации, сформировал команду своих людей, тех, кто будет помогать им делать Америку снова великой, а именно такой лозунг у Дональда Трампа был. Так вот, многие из этих людей не имеют политического опыта, представляют бизнес или силовые структуры. Но разве им это помешает или мешает занять вот такие лидирующие посты в этой команде? И как написал один из наших радиослушателей, «Ребят, честно, никого там не знаю в команде Трампа», написал Валентин из Уфы. Ну вот, Эдвард, давай-ка с этими людьми, но не со всеми, конечно, хотя бы с некоторыми ключевыми познакомимся. Самый интересный, конечно, это человек по прозвищу Тираннозавр Рекс. Мы же обещали в прошлом бы рассказать, что это за Тираннозавр. И вот, знакомьтесь, Рекс Тиллерсон, ему 64 года, он уроженец Техаса, такая в хорошем смысле американская провинция, где весьма сильны традиции, где весьма сильны корни, вот этот вот американский юг с его религиозностью, с его твердыми убеждениями, республиканский насквозь. И вот самое интересное в Тиллерсоне, что он, знаете ли вы, на кого, Елена, на какую должность он не претендует, а уже назначен? На должность государственного секретаря. Знаете ли вы, Елена, что означает эта должность? Ну-ка, объясните-ка нам всем, что означает эта должность. Вот, что есть Госдеп, который чуть ли не всемогущим, по мнению некоторых граждан, является, потому что склоняют это учреждение, его название на все лады, а между тем, Государственный департамент США, это всего лишь аналог Министерства иностранных дел, и Рекс Тиллерсон, это аналог Министра иностранных дел, аналог нашего Лаврова. Кстати, Лавров ему направил телеграмму после того, как его утвердил в Сенат, с предложением продолжить взаимодействие и выразил готовность в дальнейшем продуктивном взаимодействии. Что здесь интересно применительно к России? Господин Тиллерсон, его имя Рекс и тираннозавр Рекс, вот поэтому его называют именем этого древнего звероящера, он, кроме шуток, является кавалером российского ордена дружбы. Можно в интернетах найти фотографию, где Владимир Путин в 2013 году, по-моему, на Петербургском экономическом форуме, лично из собственных рук вручает господину Тиллерсону этот орден. За что же он, Елена, ему его вручает? Во-первых, он довольно известен сделками с «Газпромом» и «Роснефтью», начнем с этого, поставка сахалинского газа, так что у нас с ним большие экономические, что называется, связи. Да, был руководителем нефтяной корпорации «Эксонмобил», которая помогала России, но еще до санкционного режима, естественно, добывать нефть, причем в исключительно сложных условиях, он помогал осваивать арктический шельф, он помогал осваивать сахалинский шельф, но, да, значит ли это, что Тиллерсон станет таким другом России и через 2-3 года он получит не просто вдобавок к Ордену Дружбы, еще и Орден Заслуги перед Отечеством? Ну, конечно, нет, потому что Тиллерсон знает все наши слабые места, потому что предыдущие члены команды, предыдущая администрация, они были профессиональными политиками, но они достаточно слабо осмыслили в экономике в силу своей сильнейшей либеральной идеологизации, а Тиллерсон, если захочет, вот он может взять, например, и провести мероприятие по блокированию, например, нашей деятельности в той же Арктике, да, вопрос в том, захочет ли он и сделает ли, это совершенно другой вопрос, но такая потенциальная возможность и понимание, насколько это для России будет болезненно, на него, безусловно, есть. Но самый здесь главный вопрос, что же возьмет верх, логика бизнесменов, да, которые привыкли подсчитывать профит, или логика политиков, которые сделаем Америку снова великой, которые, как говорил Обама, нашим союзником может стать только либеральная демократия, а Трамп в своей инаугурационной речи сказал немножко другое, он сказал, что нашим союзником может стать любая цивилизованная страна. Чувствуете разницу, Елена, либеральная демократия и цивилизованная страна, то есть Россия, теоретически там даже Китай может стать союзником, да, вот. И если ответить на главный вопрос, который всех волнует, снимут ли США санкции, то надо понимать, что такого уж большого ущерба санкции Америке не приносят. Товарооборот США с Россией составляет, ну, 10-15 миллиардов долларов. Товарооборот США с ЕС, то есть Россией с ЕС составляет, ну, примерно 200 миллиардов долларов, то есть почти в 20 раз больше. Что это означает? Это означает, что санкционная война приносит ЕС куда больший ущерб, нежели США с Россией. И поскольку Трамп сейчас возвращается к такому прагматичному изоляционизму, поскольку он намеренно сделать так, чтобы это американские товары прежде всего продавались, прежде всего производились в Америке, то ему было бы крайне выгодно экономически ослабить своих конкурентов, в том числе из того же ЕС. И, конечно, благодаря взаимным санкциям ЕС и Россия ЕС ослабляется. Теперь, смотрите, Лена, если он снимет санкции американские, то, конечно, ЕС вдогонку снимет и европейские санкции, потому что тогда в логике ЕС американские производители придут в Россию и получат конкурентное преимущество. Но по той логике, которую я уже описал, будет это выгодно Трампу, что санкционная война прекратится, взаимное ослабление России и ЕС, прежде всего ЕС, их конкуренты на, в общем, рынке в том же Трансатлантическом прекратится. Выгодно это или нет? Конечно, нет. Какие-то незначительные санкции, которые... Вот, например, часть санкций с ФСБ России сняли, там совсем незначительные, которые мешали поставлять программное обеспечение в Россию, потому что нужно покупать лицензию ФСБ, нужно платить ФСБ со стороны того же Майкрософта, которые получают, если не хотят получить разрешение у нас легально продавать собственные. Ну, конечно, вот эти вот незначительные ограничения, незначительные шаги на попятны, то, что реально причиняет ущерб американской экономике, были отменены. Но вот в небольшом процентном соотношении. Эдвард, ну, простите, тот же самый Тилерсон, он же высказывался за отмену санкций. А знаете ли вы, уважаемый Эдвард, что там еще и иранский след прослеживается? Уж простите за тавтологию. То есть он виден, ушки-то иранские торчат из деятельности Рекса Тилерсона. Вот это самый интересный вопрос. И тут мы плавно переходим к ястребам из команды Трампа. Я отвечу на ваш вопрос, но чтобы ответить... Просто сейчас замаячил над Ираном очередное, как мы понимаем, очередное наложение санкций, непонятно за что. И уже глава МИД нашей страны начинает комментировать это, говорить, что на Иран не за что накладывать санкции, Америка этого хочет. Ну вот, то есть уже начинается трение между США и РФ из-за Ирана, из-за чего-то другого, хотя новая администрация там безгоду недели. То есть я еще раз говорю, что крайне наивное убеждение, что вот придет добрый дядюшка Скрудж, в смысле добрый дядюшка Трамп, и все волшебным образом наладится, этого ничего нет. Но чем нам Трамп, безусловно, выгоден? Он вменяем. В отличие от госпожи Клинтон, которая хотела бы запустить арабскую весну 2.0, которая хотела бы начать обострение абсолютно по всему периметру границ России, Трамп это бизнесмен. Если ему что-то выгодно, он это будет делать. И Трамп, и Тилерсон, они не будут тратить часы на разглагольствование демократии во всем мире, потому что это в логике бизнеса неэффективно. Но они никогда не сдадут американские национальные интересы, они никогда не отступятся от своего принципа America first, то есть Америка прежде всего. Но здесь самое интересное. Эдвард, прошу прощения, вот, например, политолог Вероника Крашенинникова сказала, что администрация Трампа это администрация Обамы на стероидах. То есть здесь тоже нет единого мнения о некой вменяемости этих людей. Вот давайте перейдем к генералам. Есть прекраснейший человек Джеймс Мэксис, министр обороны. Ему 66 лет он происходит, он служил в корпусе морской пехоты США, то есть боевой генерал, не штабной. Знаете, какое у него прозвище? Бешеный пёс. Не женат, детей нет и так далее. Этот человек ненавидит Иран еще со времен унижения американцев, когда там захватили посольство в 79-м году. И он, то есть с одной стороны это человек, который ненавидит Иран, с другой стороны это прагматик. И, соответственно, еще раз, конечно, это не идеальный партнер, я имею ввиду администрацию Трампа в целом. Но они, поскольку отстаивают не какую-то абстрактную либеральную демократию во всем мире, а конкретные национальные интересы США, именно поэтому в их логике допускается существование национальных интересов у других стран. Вот Трамп, в частности, говорил о Британии, что у нее есть там свои национальные интересы, а это он говорил в контексте выхода Британии из ЕС. Но очевиднейшим образом Трамп признает существование национальных интересов у других стран, в том числе и у России, и это может стать хорошей переговорной платформой. Другое дело, что Трамп гордится тем, что он написал книгу о том, как вести жесткие переговоры. И, конечно, он будет вести переговоры очень жестко. И, конечно, он бы предпочел заключить пакетную сделку с Россией. Я очень условно говорю, мы замеряемся в Сирии, вместе сокрушаем террористов, а взамен Трамп дает нам на откуп Украину. Это все очень условно, как вы понимаете. Это просачивалось в европейскую прессу, в немецкую, что характерно, где еще правят балл атлантисты, то есть противники Трампа. И, конечно, они там хотят его больно ущипнуть, слив вот эти планы, предполагаемые планы его урегулирования с Россией, которую якобы патриарх американской политики Генри Киссинджер разрабатывал, который еще с Брежневым общался. И, таким образом, возможно, Трамп предложит Путину некую пакетную сделку, что они не возражают, то есть мы не возражаем, чтобы Америка разобралась с Ираном, мы не возражаем, чтобы Америка разобралась с Китаем, а взамен там они идут на некие уступки там по Сирии и по Украине. И вот здесь самый интересный вопрос, потому что очевидно, что после того, как американцы, если они разберутся с Китаем, если они разберутся с Ираном, если они экономически себе подчинят Евросоюз, то за кого же они примутся дальше, да? Наверное, за тех, кто останется. Вот это одна вещь. Поэтому, как ни странно, хотя Трамп постоянно говорил о том, что Россия ему нужна для того, чтобы уничтожить запрещенное государство террористическую группировку ИГИЛ вместе, но вот каких-то других вопросов, там, за исключением ядерного разрушения, он не обозначал. А вот это самое интересное. Что же будет дальше? Да, ну вот что думают наши радиослушатели по поводу отношений между нашими странами. Кажется ли вам по первым дням президентства Трампа сможем наладить отношения или нет? Вот здесь мнения ровно наполовину разделились. Одни считают, что это возможно 50%, другие с той же уверенностью говорят нет.